Всем-всем привет! С вами Дарья Миронова. И сейчас я бы хотела сделать обзор магазина одежды Рерити и коттеджа Флаттершай. И давайте же начнем с коробочек. Оба набора я покупала в магазине Кораблик, каждый из них стоил 1300 рублей. Мне кажется это довольно дешево для наборов, в которые входят пони, домик и еще куча аксессуаров. И тут и другой набор из новой коллекции, которая называется Explorer Questry. Здесь внизу написано Рерити Дресс Шоп, то есть магазин одежды. В нижнем левом углу изображение Рерити в костюме с гала концерта. Но посмотрите, он нарисован неправильно. Это должно быть платье, а так получается, что это кофточка. Даже некачественно стали рисовать, что у нее больше всего поражает. Здесь логотип Малитл Пони. Небольшая инструкция, которая гласит, что код на ножки пони можно сканировать в специальном приложении. На обратной стороне продолжение этой инструкции. Снова логотипчик. Изображение самой игрушки. Кстати, у Рерити здесь почему-то очень странная мордочка. Здесь нарисована девочка и написано, что можно переносить домик за ручку. А здесь написано Рерити. Она примеряет ослепительные наряды в ее магазине одежды в Мейнхэттене. Второй набор с Флаттершай. Здесь написано коттедж. Изображение Флаттершай тоже в галлоплатье. В этот раз все правильно. На обратной стороне сама игрушка. Кстати, тоже с необычной мордочкой. И написано Флаттершай. Она сохраняет ее уютный коттедж, готовый для прихода ее друзей. Вот я все и распаковала. И должна вам сказать, что домики, они хоть и красивые, но очень маленькие. Вы сравните дом и пони. Она своей головой достает до крыши. А вот в эту малюсенькую дверь поняшка просто не войдет. Это мне, конечно, не слишком сильно нравится, потому что размер пони просто не соответствует домику. Ну а так, в принципе, если это не учитывать, то мне очень все нравится. Крыша двух цветов. Здесь рельеф. С обеих сторон дырочки в форме сердечек. Посередине часы. Вокруг такие вот рельефные закорючки. Дверка с навесом. Ручка в форме подковки. Также здесь есть витрина с обеих сторон. Она как наклейка. Здесь есть рерити. А с другой стороны манекен. С обратной стороны все то же самое, но без цвета. И нет двери. Наверху есть вот такая вот малиновая ручка. С нее можно переносить домик. С одной стороны подковка и сердечко. А с другой логотип Малитл Пони. Магазин открывается как книжка. Здесь ничего рельефного нету. Все двери, одежда, манекены, столики и так далее. Они просто наклеены. Здесь опять же пропечатываются дырочки. Они с обеих сторон. Они вот так вот сделаны насквозь. С правой стороны есть небольшой выступ. Сюда можно поставить пони. Ну или же положить аксессуары. В этом наборе была пони Рерити. Она единорожка белого цвета с фиолетовой гривой и хвостиком. Волосики у нее очень мягкие, без колтунов. Китимарка на правой стороне. Это три голубых бриллианта. На переднем правом копытце у нее вот такое вот сердечко. Это код. Его можно использовать в специальном приложении. Но если оно вам не нравится и вам это не нужно, то вы можете его просто стереть ацетоном. Головка у нее крутится. Снизу на копытцах есть вот такая вот дырка и логотип Мальтл Пони. Глазки у нее фиолетового цвета, миндалевидной формы. Они поставлены довольно широко. Раньше в фигурках такого не было. Сейчас мне это не слишком нравится, потому что тогда пони выглядит такой толстенькой. Это в принципе быть не должно. И сейчас все Рерити на одно лицо. Вот это, например, из бутика в Понивилле. У них даже кьюти марки и сердечки на одной стороне. Раньше они, если хоть как-то отличались, теперь я этих различий вообще не вижу. В каждом наборе есть 8 аксессуаров. Сейчас я их буду просто надевать на пони, а уже в конце этого видео вставлю вам фотографии с готовыми комплектами одежды. Давайте, я думаю, начнем вот с таких сережек. Одни бирюзовые, а другие розовые. На них есть сердечки и вот такие вот завитушечки. Надеваются они на пони очень легко. Вот так вот. Хорошо держатся. Сейчас наденем на другое ухо. Мне просто сейчас одной рукой не слишком удобно, поэтому я их надеваю сверху. Хотя они надеваются сбоку. Ну вот так вот получилось. Я думаю, что стоит надевать только на одно ухо, потому что они все-таки разного цвета. Если их надеть вместе, то это будет не слишком красиво. Дальше здесь есть вот такая вот бирюзовая сумочка с Китти Маркой Рерити. Пикассо мне она тоже подойдет, но ее, мне кажется, лучше надевать на крылья. А другим всем пони на шею. Что я, собственно, сейчас и сделаю. Вот я надела. Вот так вот смотрится наша Рерити в ней. Если честно, надеть это очень тяжело. Дальше идет вот такой розовый шарфик. Его мы надеваем вот так вот. Очень красивенько все. Также к этому костюмчику еще подойдет вот такой вот французский беретик бордового цвета. Здесь есть специальная дырка для уха. Он надевается вроде как-то вот так вот. Держится он, если неправильно надеть, не очень хорошо. Ну, вот так вот выглядит наша Рерити. Да, я его, честно, надела не совсем правильно, поэтому он и не держится. Дальше идет два платья. Одно вот такое розовое с крылышками. Я думаю, что это платье, которое было в 14 серии пятого сезона. То есть платье принцессы, которое всем очень нравилось, и все пони покупали только его. Ну, тут, правда, другой цвет, но мне кажется, что все-таки это оно. Вот так вот оно надевается на пони. И посмотрите, какой ужас. В этих наборах платье на одну сторону. То есть если его надевать, то вот так вот пони управлять нельзя. Только вот так. То получится не слишком красиво. Ну, вот это мне, конечно, не слишком нравится, но так все, в принципе, очень хорошо. Оно жесткое. Из пластика. Не из мягкого, а именно из твердого. Так же здесь есть еще второе платье. Оно фиолетовое. И оно тоже на одну сторону. Вот так вот. Сейчас мы его наденем. Вот. И последний аксессуар. Это вот такая корона. Она была в серии, когда Рерити и ее подруги поехали на бал. В 26 серии первого сезона. То есть это часть от костюма с Гала-концерта. Здесь есть камешки, но они не покрашены. Вот так вот выглядит наша Рерити. Вот мы и перешли ко второму набору. В нем был домик Флаттершай. Это такое большое дерево. Все листочки рельефные. Так же, как и в магазине Рерити. Все дырки сквозные. Здесь есть окошечко. Здесь еще одно. Здесь даже рельефные шторки. Это все часть наклейка. Снова малюсенькая дверь, в которую не войдет ни одна пони. И, кстати, она с рельефом дерева. На обратной стороне, опять же, ничего не покрашено. Просто зеленый кусок пластика. И посмотрите, как отличается передняя часть от задней. Если вот здесь вот крона салатовая, то здесь она просто зеленая. Ручка точно такая же, малиновая. С одной стороны, сердечко и подковка. А с другой, логотип My Little Pony. Этот домик тоже открывается, как книжка. Здесь, опять же, нет ничего рельефного. Только наклейки. Вот в этом наборчике мне очень нравится то, что внутри все нарисовано так же, как в самом мультфильме. Здесь тоже есть небольшой выступ. Сюда можно поставить пони, ну или положить аксессуары. Хозяйкой этого домика является пони Флаттершай. Она пекас желтого цвета с розовой гривой и хвостиком. Грива у нее прошита в два ряда. Она почему-то очень редкая, но зато мягкая. У моей пони на голове есть небольшая погрешность. Это вот такая вмятинка. Но она, в принципе, незаметна, если не приглядываться. Крылышки у нее вот так вот сгибаются. Кьюти Марка – это три розовые бабочки. У нее на ножке тоже есть кот. Но, как я уже говорила, его можно стереть, если он вам не нравится. Снизу у нее тоже есть дырка и логотип My Little Pony. Глазки у нее бирюзовые. Они, к сожалению, не соответствуют форме, которая была в мультике. Они более круглые. Мне это сейчас не слишком нравится. У меня есть еще одна Флаттершай. У нее глаза тоже не совсем правильные, но она все-таки выглядит более милой, нежели вот эта. В этом наборе были вот такие аксессуары. Давайте, опять же, начнем с сережек. Они в форме бабочек. Одни из них голубые, а другие малиновые. Они с обеих сторон одинаковые, поэтому, я думаю, нет разницы, на какое ухо, какую сережку надевать. Давайте попробуем надеть. У меня сейчас, к сожалению, может не очень хорошо получится, потому что мне все-таки неудобно. Одну надели. Так, теперь давайте вторую. Ну, вот как-то так. Следующий аксессуар, это вот такая серая леечка с кьюти-маркой Флаттершай. Она надевается на ножку. Дальше картинка с голубыми цветочками. Флаттершай собрала такие цветы в серии про параспритов. Это было в первом сезоне. Они тоже надеваются на копыта. Следующий аксессуар, это ободок от костюма подружки-невесты. Он очень туго надевается, поэтому я сейчас это делать не буду. Это делается как-то вот так. Дальше малиновая сумочка с цветочком. Я ее тоже надевать не буду. Сразу скажу, что она подходит только пегасам. Она надевается на крыло. На шею она не налезет. Вот поэтому она подходит только для пони пегаса. Дальше два платья. Одно из них малиновое. Оно из мягкого пластика. Оно вот так вот может гнуться. Платье подходит только пегасам. Вот такие вот. Потому что у них есть специальные вырезы для крыльев. На других пони они просто не налезут. Это платье надевается на левую сторону. Вот так вот у нас получилось. Очень миленько. Если смотреть вот только с этой стороны. И последний аксессуар. Это платье с гала-концерта. Оно очень красивое. Вот в этот раз оно уже жесткое. Оно вообще никак не гнется. Я когда смотрела на картинку перед тем, как покупать этот набор, я сначала думала, что оно тоже такое мягкое. Но оказалось, что нет. Здесь разные цветочки. Здесь ленточка. Бабочка в очень крутом, если честно. Я очень давно хотела такое платье. Я обрадовалась, когда увидела его в этом наборе. Вот мы его надели. Мне кажется, флаттершай оно очень идет. Она в нем выглядит очень элегантно, изящно. На этом мой обзор подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Не забудьте прокомментировать, поставить лайк и подписаться на канал. И сейчас я вам ставлю фотографии пони уже в костюмах. Субтитры сделал DimaTorzok